Здравствуйте, коллеги! Я всех приветствую на брифинге в Министерстве иностранных дел. Давайте начнём нашу работу. По традиции хочу вас ознакомить с важными мероприятиями, с участием Министра иностранных дел, которые состоятся в ближайшее время. Итак, первое, о чём хотел бы сказать, 4 декабря мы проведём долгожданную встречу в рамках Совета России и НАТО. Сергей Лавров вылетает в Брюссель в этот день. В ходе встречи будет рассмотрена реализация достигнутых на саммите Совета России и НАТО 20 ноября 2010 года в Лиссабоне договорённости о выстраивании подлинного стратегического модернизированного партнёрства России и Альянса на принципах неделимости безопасности, взаимного доверия, транспарентности, предсказуемости с целью создания единого пространства мира, безопасности и стабильности в Евроатлантике. Планируется обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества по противодействию общим рискам и угрозам терроризму, пиратству, природным техногенным катастрофам. Также обстоятельно поговорить по Афганистану. Состоится также обмен мнениями по проблематике ПРО, а также положение в отдельных регионах мира, включая, конечно, ситуацию на Ближнем Востоке. После этого министр примет участие в 19-м заседании Совета Министров иностранных дел ОБСЕ, которая пройдет 6-7 декабря в Дублине. Ирландия сейчас председательствует в организации. Главным вопросом заседания станет рассмотрение хода выполнения решения о формировании сообщества безопасности, которое, напомню, было принято на саммите ОБСЕ в Астане в декабре 2010 года. К сожалению, работа на этом направлении пока пробуксовывает из-за разногласий государств-участников и дисбалансов, которые сложились на протяжении этих лет в деятельности организации. Считаем, что позитивную роль способна сыграть инициатива наших ирландских коллег о запуске процесса «Хельсинки плюс 40». Речь идет об обновлении организации к 40-летию Хельсинского заключительного акта, который мы все будем праздновать в 2015 году. Разрабатываемое решение на этот счет должно содержать весомый реформенный компонент. В числе первоочередных задач рассматриваем разработку юридически обязывающего устава ОБСЕ. Россия совместно с авторами из целого ряда стран ОДКБ представила к СМИТ в Дублине проект решений по свободе передвижения с упором на отмену визовых ограничений, а также по борьбе с неонацизмом и агрессивным национализмом, наблюдением за выборами и проблематике вмешательства в частную жизнь, включая прослушивание разговоров и перехват корреспонденции. Планируется, что Совет Министров одобрит антинаркотическую концепцию ОБСЕ, которая была принята Постоянным Советом ОБСЕ в июле текущего года по инициативе России. Наша делегация участвует в подготовке других проектов решений по вопросам военно-политического, экономико-экологического и человеческого измерения ОБСЕ. Три корзины, как вы знаете, а также по целому ряду решений, связанных с региональными темами. Нынешнее заседание в Дублине пройдет в расширенном составе. 20 ноября текущего года 57-м участником ОБСЕ стала Монголия. В ходе заседания Совета Министров Сергей Лавров встретится с руководством ОБСЕ, а также проведет целый ряд двусторонних контактов. Теперь я бы хотел сказать несколько слов по ситуации вокруг ГАЗы. Несколько часов назад, в 23.00, 21 ноября, вступила в действие, объявленная в Каире, договоренность о прекращении огня между Израилем и палестинскими организациями в секторе ГАЗа. Эти договоренности предусматривают, что стороны остановят атаки друг на друга, а затем продолжат контакты по вопросам облегчения доступа людей и товаров в сектор ГАЗа и из него. Мы приветствуем прекращение огня в ГАЗе, высоко оцениваем и поддерживаем миротворческие усилия Египта, во многом обеспечивавшие успешное завершение переговоров. Призываем стороны проявлять сдержанность, в полной мере соблюдать дух и букву достигнутых пониманий, с тем, чтобы исключить возврат к вооруженной конфронтации, губительной для гражданского населения Израиля и сектора ГАЗа. Убеждены, что на этой основе необходимо идти дальше, добиваться устойчивого и долгосрочного урегулирования, которое обеспечивало бы безопасность Израиля и мирную, достойную жизнь населения сектора ГАЗа, как части палестинских территорий, без блокады и изоляции. Развитию обстановки именно в таком направлении Россия будет продолжать энергично содействовать в своих двусторонних контактах и в многосторонних форматах, включая ближневосточный квартет международных посредников. А теперь несколько слов о работе Совета Безопасности ООН по теме напряженности вокруг ГАЗа. С самого начала обострения ситуации вокруг сектора ГАЗа Россия выступала за деэскалацию конфликта и запуск политико-дипломатического процесса его урегулирования. С этой цели 19 ноября Российская Федерация инициировала принятие Советом Безопасности ООН проекта резолюции с призывом к сторонам немедленно прекратить насилие и установить перемирие. С удовлетворением констатируем, что в результате интенсивных многоуровневых посреднических усилий удалось выйти на договоренность о прекращении огня. В этой связи Совет Безопасности вчера принял заявление председателем. В нем, в частности, приветствуется достигнутое соглашение по перемирию и содержится призыв к сторонам ответственно относиться к соблюдению его условий, а также выражается поддержка международных и региональных усилий по имплементации этого соглашения. Совет Безопасности в своем заявлении подтверждает необходимость оказания срочной гуманитарной помощи жителям ГАЗа, подчеркивает важность установления прочного и долговременного мира в регионе. Россия, со своей стороны, нацелена на продолжение работы в рамках квартета международных посредников по Ближнему Востоку и в других международных форматах для достижения всеобъемлющего Ближневосточного урегулирования с тем, чтобы два государства – Палестина и Израиль – жили бок о бок в мире и безопасности. Мы вновь призываем к безотлагательному созыву заседания квартета на министерском уровне для налаживания коллективных усилий в этой сфере. Несколько слов о ситуации в Сирии. К сожалению, напряженность в этой стране не спадает. По всем азимутам продолжаются вооруженные действия между правительственными силами и боевиками, особенно в последнее время в южных и юго-восточных пригородах сирийской столицы, вдоль автострады Дамас к Алеппу и к северо-западу от Алеппо. Внимание привлекла ситуация в городе Рассель-Айн, который расположен на северо-востоке страны, близ границы с Турцией. Бесчинства, которые отворили там захватившие его джихадисты, среди которых, по информации СМИ, немало иностранцев, заставили местное курдское население взяться за оружие, чтобы защитить свои дома и семьи. Итоги объединительной конференции оппозиции в Дохе от 11 ноября текущего года и реакция на них со стороны некоторых арабских и западных столиц, судя по всему, были истолкованы значительной частью незаконных вооруженных формирований в Сирии, как поддержка их ставки на силовое решение внутреннего конфликта. Вместе с тем, в принятых в столице Катара решениями высказали свое несогласие ведущие структуры внутренней оппозиции, Народный фронт за перемены и освобождение, Национальный координационный комитет и большинство недавно образованных в Сирии политических партий. Одновременно, но уже по другим причинам, против этих договоренностей выступили примерно 13 боевых группировок исламистов, действующих на севере Сирии, в числе которых, связанная с Аль-Каидой, группировка Джабхат Ан-Нусра. В России твердо убеждены, что внутренний конфликт Сирии не имеет военного решения. Единственный путь преодолеть его и положить конец страданиям сирийского народа лежит через поиск самими сирийцами механизмом взаимодействия властей и оппозиции для прекращения кровопролития, недопущения внешнего вмешательства и проведения демократических преобразований. Россия, со своей стороны, этому содействовала и будет продолжать содействовать, ведя активные контакты с Дамаском и всем спектром сирийской оппозиции, а также всеми внешними игроками, убеждая все стороны в безальтернативности мирного урегулирования кризиса на международно согласованной основе, которая является резолюцией Совета безопасности ООН 2042 и 2043 и известная Женевская коммунике группы действий от 30 июня текущего года. Последний сюжет, если позволите, кратко вас проинформирую о завершении года российского туризма в Китайской Народной Республике. 16 ноября в Шанхайском спортивном центре «Восток» состоялась церемония закрытия года российского туризма в Китае. По поручению правительства Российской Федерации нашу делегацию возглавлял министр культуры Мединский, кстати, который сегодня давал здесь, в этом зале, брифинг. В его состав вошли представители Совета Федерации, Минкомсвязи, Министерство иностранных дел, Министерство транспорта, Ростуризма и целого ряда других ведомств, а также главы Республики Коми и Ярославской области, представители госструктуры и турбизнеса 10 субъектов Российской Федерации. На официальной церемонии были оглашены приветствия заместителя премьера Государственного совета КНР, председателя Китайского оргкомитета по проведению года российского туризма в КНР и заместителя председателя правительства Российской Федерации госпожи Голодец. В них отмечалось, что успешное проведение более 150 мероприятий года российского туризма в Китае способствовало увеличению числа туристических поездок, существенному расширению взаимодействия в сфере туризма. Несколько цифр. По нашей статистике за 9 месяцев текущего года количество поездок китайских туристов в Россию возросло примерно на 13% и составило 768 тысяч человек, в том числе с целью туризма на 41%. Это около 276 тысяч человек. Цифры говорят сами за себя. На церемонии подчеркивалась необходимость дальнейшего развития двусторонней туристической кооперации с тем, чтобы сделать туризм новой точкой роста российско-китайских отношений, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства. Вместе с тем говорить, что потенциал нашей взаимной туристической отрасли реализован не полностью, это совершенно очевидно, имеется в виду достигнутая с китайской стороной договоренность об увеличении к 2015 году числа взаимных турпоездок до 5 миллионов посещений. В Китае прошла презентация в виде аудиоролика о культуре и достопримечательностях России, культурных традициях российских регионов, представлены проекты познавательного событийного этнографического спортивно-оздоровительного туризма и новые туристические маршруты. В художественной части программы выступили известные фигуристы из ледового шоу Илья Вербуха. На церемонию были приглашены почетные гости. На закрытии года российского туризма среди многочисленных зрителей также присутствовали китайские и зарубежные участники Шанхайской международной туристической выставки, которая проходила в эти же самые сроки. Масштабная российская экспозиция с участием свыше 300 представителей турбизнеса из 24 субъектов Российской Федерации подчеркнула статус России как открытой и заинтересованной в привлечении китайских и иностранных туристов державы. В рамках мероприятия закрытия состоялась российско-китайская встреча по инвестиционному сотрудничеству в сфере туризма. Развернувшаяся дискуссия затрагивала как общую проблематику российско-китайского инвестиционного взаимодействия, так и возможности финансовой кооперации в туризме. В целом год российского туризма в Китае стал эффективной формой двустороннего взаимодействия. Его мероприятия принесли практический результат и увенчались серьезным успехом. Россия стала своего рода первопроходцем в деле проведения в Китае года туризма, опередив на этом направлении целый ряд других стран, которые проявляют интерес к туризму в Китайской Народной Республике. Спасибо вам за внимание. Я предлагаю начать вопросы и ответы. Да, пожалуйста, Альма Егин. Спасибо, Александр Казимирович. У меня вопросы есть по израильско-палестинскому эпизоду и по Сирии. По поводу событий, которые имели место в Газе. Министр Сергей Викторович еще в Таиланде, еще в Нампиане говорил, что Россия, имея контакты с обеими сторонами, работала в этом направлении и поддержала усилия Египта. Вы не могли бы, во-первых, рассказать, вот конкретно, какие усилия предпринимались, кроме тех, которые были в Совете безопасности ООН? Это первое по этому эпизоду. И второе, вот 29 ноября Палестина собирается обратиться в ООН. И Россия тоже поддерживает это устремление. Вот в связи с этими событиями, что с этим вопросом станет? И вот еще один небольшой эпизод. Как вы знаете, и все мы знаем, во время операции израильской против палестинской сектора Газа пострадали журналисты. И достоверно известно, что израильская авиация целенаправленно бомбила эти два здания, в котором были офисы. И в результате, там, есть двое погибших, там, раненые, нанесен материальный ущерб, в том числе и российскому телеканалу «Руселема», и нашему каналу, кстати, тоже. Вот наш офис тоже пострадал. Вот это по палестинскому эпизоду. По Сирии Михаил Богданов недавно встречался с сирийской оппозицией, вот с новым этим органом, с представителями нового органа в Турции. Скажите, вот это, естественно, это вписывается в те усилия, которые предпринимает Россия по налаживанию контактов с различными группировками в Сирии. Тем не менее, это происходит как бы на фоне, или, скажем, в преддверии визита президента Владимира Владимировича Путина. Есть ли какая-то связь с этим? И ввелись ли какие-то переговоры с турецкой стороной по этой тематике, по-сирийской? Спасибо. У вас целый брифинг получился. Спасибо. Давайте все-таки немножко так ограничивайте вопросы, ладно? Так, хотя бы по два на каждого, а то иначе мы здесь с вами до вечера будем сидеть. Итак, по поводу контактов, ну, все это было транспарентно, вы знаете. Контактов было очень много и на уровне президента, на уровне председателя правительства, министра странных дел. Это не только работа в ООН, это и работа со сторонами, активные телефонные контакты и переговоры. Так что мы считаем, что это, в общем, общий успех тех, кто заинтересован в скорейшем мире в этом регионе. Конечно, огромную, скажем, решающую роль сыграло Египет и его руководство. В это, кстати говоря, сейчас мало кто верил с учетом последних терактов в Тель-Авиве. Но, тем не менее, все-таки здравый смысл. И будем надеяться на то, что эта тенденция позволит нормализовать ситуацию как можно скорее. Что касается вашего второго вопроса, я, может быть, буду непоследователен в том, как вы их задавали, в отношении журналистов и обстрелов их месторасположения в Египте. Но хочу сказать, что... А, в секторе ГАЗа, да, простите. Руселя и ЯУМ и некоторые другие. Насколько я понимаю, они в одном здании все базировались. Вот это два здания были рассмотрены. Альшава, по-моему, да. Альшава там, где Руселя, и Альшава, это Альшурок, где наша компания. Конечно, нас очень беспокоила эта ситуация. И мы по дипломатическим каналам, израильским коллегам попросили учесть, что жизнь и безопасность журналистов даже в такой трудной ситуации – это важнейший приоритет. Нам было сказано примерно так, что никаких целенаправленных действий против журналистов не велось. Те обстрелы, о которых вы упомянули, были предприняты с целью ликвидации части инфраструктуры «Хамас», которая базировалась в этом районе, и журналисты не пострадали. Но, тем не менее, сам факт был тревожный, и пострадало здание по счастливой случайности, что никого не было в здании. И, тем не менее, мы сочли необходимым этот сигнал послать израильским коллегам. Так, что касается Сирии. Извините, еще обращение в ООН 29 апреля. А, да, да, обращение в ООН. Ну, по-моему, мы достаточно четко уже несколько раз говорили, что если руководство палестинской администрации принимает такое политическое решение, то это их право, и мы признаем Палестину в качестве самостоятельного государства и поддержим эту заявку. Ну, все будет зависеть от ситуации, которая будет складываться. Сейчас пока, насколько мы понимаем, устойчивое стремление к тому, чтобы реализовать этот план, ну, будем смотреть за событиями. Потому что, сами понимаете, в этой ситуации всякое может, и любые планы, и схемы могут корректироваться и меняться. Будем смотреть за событиями. Ну, принципиальная позиция вот такова. Вот. А что касается встреч господина Богданова с оппозицией, никакой связи не вижу, и, по-моему, ее нет. Вот. В том контексте, который вы назвали, с визитом президента. И контакты осуществляются, как вы видите, достаточно регулярно. И мы открыто рассказываем и журналистскому сообществу, и всем остальным, что это принципиальная линия на то, чтобы вовлечь стороны в межсерийский диалог и обеспечить реализацию достигнутой в Женеве договоренности. Вот это главная цель – усадить за стол переговоров стороны с тем, чтобы найти выход, скорейший выход из этого конфликта. То, что Богданов, помимо всего прочего, является и спецпредставителем президента по Ближнему Востоку. Это функция двоякая, которая накладывает, конечно, двойную нагрузку на нашего дипломата. Так, пожалуйста, давайте, наверное, вот так вот, может быть, перекрёстно. Пожалуйста. Добрый день. Агентство ТАРТАС. Азан Казимович, позвольте к Сирии вернуться. На днях в косовских СМИ появилась информация об участии организованных групп косово-албанцев и отдельных добровольцев в боевых действиях в Сирии. Как бы Вы могли прокомментировать эту информацию? Да, мы тоже видели эти сообщения, что организованные группы косово-албанцев, также неких добровольцев-одиночек, засылают в Сирию, они участвуют в боевых действиях на стороне сирийской оппозиции. Ранее, напомню, были сообщения о том, что на территории Косова готовят боевиков для сирийской оппозиции. Хочу просто ограничиться ремаркой, что вот вся эта информация, все эти сведения, как бы к ним ни относились, подтверждают наш тезис о том, что провозглашённое в одностороннем порядке и в обход принципов и норм международного права Республика Косово является дестабилизирующим фактором не только для Балканского региона, но и далеко за его пределами. Так, пожалуйста. У меня вопрос касается следующей информации. Было опубликовано, что Сергей Лавров встречается с делегацией с оппозицией Сирия 26-го этого месяца. Это кто объявил? Это было в разных российских СМИ опубликовано. То есть российские СМИ объявили? Российские СМИ, не наши. Так что я бы хотел знать, насколько это реально, и если вы дадите нам освещать вообще эту встречу. Второй вопрос, ещё раз вернусь к журналистам в секторе ГАЗа. Всё-таки я бы хотел знать, ведь когда был теракт в Таль-Авив автобус, когда вызвали, через час было заявление со стороны МИДа, осуждая этого теракта, это совершенно правильно. Почему не было осуждения со стороны МИДа России, когда стали убивать журналистов в секторе ГАЗа? Спасибо. Да, ну, по первому вопросу я не слышал о такой информации. Видимо, коллеги, журналисты перепутали встречу Богданова с руководством оппозиционных движений и связали её с какой-то непонятной встречей. По моим данным, на 26-е никаких встреч не планируется. Ну, речь, видимо, шла о состоявшейся уже встрече, поэтому я не исключаю, что здесь просто не до конца выверена и точная информация о планах встреч. А сообщения для средств массовой информации мы разместили на нашем сайте, вы можете ознакомиться о встрече господина Богданова с оппозиционерами. А что касается второго вопроса, ну, понимаете, выбираются разные формы, и как бы здесь нужно исходить из того, что есть террористический акт, а есть побочные такие эффекты, которые дают утверждать, что гибнут журналисты и устраивать по этому поводу такие публичные заявления, наверное, не самый лучший вариант справляться с ситуацией. Поэтому, понимаете, дипломатия – это же не только и не столько такие публичные крики и заявления. Это такое, как бы, тонкое искусство, иногда применяются такие методы, которые дают больше эффект, чем ты выступишь с каким-то громким заявлением и похоронишь ситуацию таким образом. Поэтому здесь, что я вам могу сказать? Вот то, как было, значит, то, как и есть. Вот, отвечая коллеге из Аль-Муэдина, я же пояснил, что нас тоже очень… Мы тоже очень озабочены были судьбой журналистов, которые работают в такой тяжёлой точке, как ГАЗа, и нашли способ довести нашу озабоченность до израильской стороны. Вот так, наверное. Да, пожалуйста, прошу. Спасибо, агентство «Интерфакс». Как известно, Турция сделала запрос о размещении ракет «Патриот» на границе Сирии, и, в свою очередь, Соединённые Штаты Америки уже заявили о том, что положительно рассмотрят эту заявку. В связи с этим вопрос, как вы расцениваете такой запрос Турции, и как может сказаться такой шаг на сирийском урегулировании? Спасибо. Ну, давайте не забегать вперёд. Вчера этот запрос был сделан официально. Я, кстати, напомню коллегам, как это некоторое время назад развернулась ситуация, что средства массовой информации передали одно, а потом премьер-министр это всё опроверг, равно как и министр основных дел Турции. В данном случае, судьба всему, речь идёт о достоверном шаге. И мне пока сложно комментировать гипотетически, что из этого произойдёт. Посмотрим на реакцию натовских партнёров, как они среагируют. Но однозначно могу сказать, вы, наверное, видели уже комментарии нашего заместителя министра, господина Рябкова, о том, что милитаризация сирийско-турецкой границы – это, конечно, тревожный сигнал. И наш совет турецким коллегам, конечно, состоит совсем в другом. Использовать свой потенциал влияния на сирийскую оппозицию с тем, чтобы поскорее привести дело к началу межсирийского диалога, а не заниматься накачкой мускулов и переводить ситуацию в такое опасное русло. Вот, наверное, на этом пока. Долгосрочные перспективы этого сегмента для политического регулирования, конечно, трудно сейчас экстраполировать эту ситуацию, но явно такие шаги не добавляют оптимизма с точки зрения скорейшего достижения политического регулирования. Здесь нужны скоординированные действия всех внешних игроков, о чём мы не перестаём говорить на каждой встрече и публично, и не публично, о том, что есть очень важные договорённости, достигнутые в Женеве, которые требуют скорейшей реализации. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Да, пожалуйста, прошу. А там, по-моему, с Россией что-то хотел, нет? Нет, уже передумал. Хорошо, пожалуйста. Арлета Бойко, польское телевидение. Конечно, у меня вопрос, касающийся Польши. Вчера поступило следующее заявление от польской военной прокуратуры, что следующее тело жертв Смоленской катастрофы были перепутаны. Это уже шесть тел и следующее заявление в течение последних месяцев или недель. И сейчас было сказано, что это по вине российской стороны, но всё-таки российская сторона никак официально не заняла оппозиции. Имеется в виду появление снимков в интернете? Снимки в интернете пока ещё есть, хотя Следственный комитет обещал, что их не будет. Я вам скажу на эту тему сейчас. Да, а это тело, которое было перепутано, похоронено не в своих гробах. И таких заявлений было несколько в течение последних недель со стороны польской военной прокуратуры. А вчера они просто сказали, что в этот раз это было по вине российской стороны. Но Следственный комитет отказался комментировать. Но думаете, что с дипломатической точки зрения это правильно, что нет никакого официального российского заявления по этому поводу? Ну, возможно, коллеги просто сходу не могли это прокомментировать. Им нужно, видимо, какое-то время, чтобы провести соответствующие расследования. Да, если это… Я попытаюсь поинтересоваться у коллег и что-то на этот счёт сказать. Но в данном случае хочу подтвердить, что делом расследования этой катастрофы занимается исключительно Следственный комитет Российской Федерации. Поэтому он уполномочен делать или не делать заявления по тем или иным сюжетам. Я вполне понимаю, что публичные заявления ваших коллег требуют какой-то адекватной реакции с нашей. Я пытаюсь прояснить этот сюжет. Вот. А что касается… Я только пояснил, что первое заявление о перепутанных телах было уже несколько недель назад, потом было второе, а сейчас третье. Каждый раз пара тел. А сейчас вчера представитель Польской военной прокуратуры сказал, что в этот раз эта вина лежит по российской стороне. Вы знаете, есть сюжеты, которые всё-таки, тем более, если они не совсем достоверно передаются, они могут только навредить общему делу. Есть партнёрские связи и механизмы, по которым работают и российские, и польские коллеги, комиссии и так далее. Не уверен, что это самый лучший способ. Обсуждать такие дела на пресс-конференциях или в публичной сфере. Если, конечно, за этим не стоит какой-то определённый смысл. А что касается фотографий, то хочу просто сказать, что они размещаются не только в российском сегменте интернета, но и в целом по всемирной сети. Насколько нам известно, компетентные российские органы предприняли энергичные меры для того, чтобы изъять эти фотографии из средств массовой информации. Вообще, по этой теме, как мы говорим, зачистить эту сферу, сегмент интернета российского. Аналогичным образом поступили и на Украине. Однако, по имеющейся у нас информации, власти Германии и США, ссылаясь на действующее законодательство, этого пока не сделали. Возможно, речь идёт о снимках, которые имеют отношение уже не к российскому сегменту всемирной паутины. Габриэль Абачинская, законодательство Рейтер. Хотела Вас спросить, возможно, уже сейчас покомментировать точно, как и ответ Россия готовит на список Магнитского. Мы уже знаем, что вообще готовит, и об этом было много объявлений, но нам интересно точно, что это могло бы быть. Как идти по список Виктора Бута? Что Вы можете сказать? Спасибо. Ну, я хочу сказать, что процедуры в Соединённых Штатах ещё тоже не совершены. Поэтому нашу позицию мы определили достаточно чётко, что если американская сторона пойдёт до конца на этот шаг, то и ответ будет адекватным. Каким он будет сейчас экстраполировать, никто не соберётся. Но позиция абсолютно известна. Она, кстати, была подтверждена ещё раз по итогам заседания Совета Безопасности. Вот вчера, если Вы видели, здесь заявление нашего секретаря Совета Безопасности господина Патрушева. Вот на этом мы пока эту тему, наверное, и оставим в стороне. Пожалуйста. Так, прошу. Какие ещё вопросы? Да, пожалуйста, прошу. Александр Белевский, Радио Румыния. Здравствуйте, Александр Казимирович. Вы знаете, на прошлой неделе вице-премьер Рогозин посетил Кишинёв и Тирасполе. Там, среди прочих, обсуждался вопрос об открытии российского консульства в Тирасполе. Было много противоречивых заявлений по этому поводу. И могли бы Вы уточнить, какие именно конкретные соглашения были достигнуты в связи с этим? И было сообщение в российских СМИ, что до конца этого месяца начнутся консультации или переговоры по этому вопросу. Может, что-нибудь известно по этому? Вас так это волнует? Открытие Генерального консульства Российской Федерации в Тирасполе, да? Хорошо. То, что мы в рамках нашего диалога с молдавскими коллегами всегда ставили вопрос о расширении нашего консульского присутствия в Республике Молдова, это не секрет. И то, что господин Рогозин 16 ноября обсуждал эту тему с руководством Молдавии, тоже ни для кого не секрет. Он это говорил и публично. Мы подтверждаем это. Это абсолютно законное и нормальное явление. Тем более, что в этом регионе очень много наших граждан, особенно в Приднестровье. Поэтому наше желание и заинтересованность найти развязку этого вопроса с молдавской стороной вполне очевидно. При этом исходим из того, что данный вопрос исключительно является все-таки предметом двустороннего диалога Москвы и Кишинева. И какие-то публичные заявления или такой неподдельный интерес некоторых румынских официальных лиц у нас, например, вызывает удивление. Так. По поводу переговоров. Я думаю, что вам по конкретике нужно обращаться в пресс-службу правительства, чтобы получить точную информацию о том. Ну, ездил вице-премьер, вы сами понимаете. Поэтому там коллеги очень кооперабельны. Тем более, руководитель пресс-службы не так давно встречалась с журналистами, и они открыты для контакта с вами. Пожалуйста. Да, «Голос России». Хотелось бы узнать, как МИД России может прокомментировать в последнее развитие ситуации вокруг арестованных в США лиц по делу контрабанда микрощипов, в том числе по поводу того, что закрыта информация сейчас? Вы знаете, последнего хода события не знаю, честно. Поинтересуюсь, в каком состоянии. Но и наше генеральное консульство в Нью-Йорке, посольство в Вашингтоне следит за этой драмой, оказывает всю необходимую консульскую помощь и поддержку нашим соотечественникам. Я подробности, мы в рабочем порядке вас проинформируем на этот счет. Так, пожалуйста, будут еще вопросы? Хорошо, спасибо. Желаю вам всего самого наилучшего. До свидания.